Продолжение следует... Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Замечательно. Если фонит немножко, то скажите, будем исправлять. Очень много активистов сегодня присутствуют на нашем стенде. У нас на выставке «Инотранс» 2016 два стенда, то есть один в «Фьюджи Мобилити Парк» и второй возле «Симмонс», что весьма символично. И также наше мнение по этому поводу мы обязательно раскроем на этом вебинаре. Данный вебинар проводится, дорогие друзья, прямиком из «Юнибуса». Это 14-местный подвижной состав, который сможет достигать скоростей до 150 км в час и предназначен для перемещения по городской среде. И, собственно, вот это действительно высокотехнологичный, хай-течный, скай-течный интерьер мы увидели сами в первый раз. Были очень серьезно поражены. Эмоции просто переполняли и переполняют, дорогие друзья. Мы ходили еще на стенд в «Хайперлуп» и планируем сделать это сегодня. Сегодня ведутся постоянные трансляции «Перископ». То есть мы запаслись... И сейчас ведется трансляция «Перископ». Мы обязательно сбросим ссылку на трансляцию «Перископ». В реальном времени подходит множество делегаций. Вчера подходили вице-президент «Симмонс», министерство транспорта Индии, по Китаю. Какие только страны не были только вчера. И это только первый бизнес-день, дорогие друзья. Стоит напомнить о том, как мы попали на эту выставку. И, собственно, это было приглашение от Министерства промышленности. И, собственно, начиналось все с небольшого стенда. Сейчас это уже действительно такой приличный стенд. Это не какая-то коморка 10 на 10 и так далее. То есть здесь находятся реальные в масштабе один к одному машины. В одной из которых я веду трансляцию вебинара. То есть это 14-местный юнибус. Особенно поражает всех юнибайк. И те, кто присутствует и в этих залах, и в соседних залах. Выставка Иннотранс просто огромная. И когда мы добирались с того входа, который располагался дальше, к нашему основному стенду, у нас возникла такая мысль, а возможно ли, что через 5 лет инфраструктурой Мессы Берлин будут юнибеги, юнибоксы. То есть какое это будет название, покажет, естественно, время. Но одно мы можем сказать, что перемещаться на наших подвижных составах было бы значительно более приятно, комфортно и быстро. Потому что рекорд у наших коллег, вот Стефан Бодзор вчера подходил на наш стенд, он искал стенд 4 часа. То есть люди находятся в пробках не только на автомобильных дорогах, не только страдают от пересадок, от потери багажа. И на следующем вебинаре обязательно мы подберем очень интересную статистику. То есть это непосредственно моя идея. И могу сказать еще один слоган, который у нас родился, немножко шуточный, но абсолютно серьезный слоган. Это «Строй Skyway, спасай багаж». И мы в статистику, и это будет еще одна из точек входа. На самом деле то, что нас окружает в Берлине, то, что мы видим, и те фотографии, которые мы делаем, все делается не просто так. Сегодня мы сфотографировали, допустим, в масштабе наиболее крупном, чем наши мотор-колеса, которые абсолютно миниатюрные, но эффективные и обладающие коэффициентом полезного действия, значительно более максимальным, чем представлены у локомотивов механизмы. И знаете, когда механизм локомотива фактически русский человек, о какой инновации можно говорить тут, дорогие друзья. И мы обошли многие стенды. Я могу сказать, что очень много представленных. Привезли целые подвижные составы. «Симонс» показали. Городской пассажирский транспорт на улице находится и не вылезает. Даже, собственно, вот в ряд их выстояли. Не хватает площади. У нас на небольшом относительно стенде расположились те подвижные составы городской пассажирский, которые будут иметь пропускную способность до 200-300 тысяч на одну ветку, на одно направление. Если кто-то пожелает, заказчик, соответственно, иметь более серьезную пропускную способность, то, пожалуйста, два направления можно пустить в одну и в другую сторону. И, собственно, даже сам транспорт Берлина, который мы испытали на себе, не сразу разобраться. Есть несколько направлений АБЦ, большая разветвленная инфраструктура метро, это Доужбан. И, соответственно, Доужбан. Мы видели эти станции по сравнению с тем, что мы вам говорили о скайпортах. Вопрос. Вот почему кто-то думает, что невозможно построить скайпорт, и когда возможно, и строить вот такие массивные сооружения, когда действительно механизм одного локомотива ростом с человека. Что говорить о наших мотор-колесах, которые буквально вот такого размера, и чистые мотор-колеса позволят перемещаться по движному составу в городской среде. Уже в 2018 году, дорогие друзья, выставка «Инотранс» проходит каждые два года, и, собственно, в 2018 году мы считаем, что мы покажем фурор, очередной фурор, и это уже будет высокоскоростной подвижной состав. Все это возможно, дорогие друзья, только благодаря той схеме, которая была выбрана нами ранее. Это краудинвестинг, это народное финансирование, это инновация в сферах финансирования серьезных, крупномасштабных инфраструктурных проектов. Эту инновацию придумал Анатолий Эдуардович Юницкий. Эту инновацию придумал не Краудкьюб, не Окулус Риф. Все они делали то, что уже было. И, соответственно, пройдя множество стендов, я могу сказать, что настоящее будущее и настоящая инновация находится на нашем стенде. Мы обязательно в перископе, в прямой трансляции вам покажем стенд Hyperloop. Две компании представлены, Hyperloop One и Hyperloop Transport Technologies. Но сейчас, честно говоря, даже нет времени туда пройти, потому что огромное количество народу. И Рот Куб, бывший министр транспортного департамента Южной Австралии, инфраструктуры развития, о котором мы всегда говорим на наших вебинарах, как активного нашего человека, который поддерживает проекты, не просто поддерживает, а развивает в виде адресного проекта. Он обязательно сегодня выступит. На стенде также находятся наши коллеги со Skyway Invest Group. И, друзья, нет границ, нет рамок и каких-либо вопросов между различными инвестпроводящими системами, дорогие друзья, потому что мы объединяем мир. И действительно объединять мир – это наша работа. Еще, что я заметил, дорогие друзья, я был на многих выставках по роду своей прошлой деятельности. Как вы помните, это агентство языковых переводов. И сегодня я заметил спящих на стендах молодых людей, ожидающих с нетерпением, когда же настанет вечер. Что касается наших активистов, впервые в своей жизни, дорогие друзья, я увидел волонтеров. Я увидел волонтеров на стендах. Это бойкие британские девушки, которые буквально разворачивали людей. И когда наш стенд находится в углу, все равно к нему подходит огромное количество людей. И это бизнес-день, дорогие друзья. Это еще не паблик-дэй. И что будет уже в тот день, когда смогут все посетители посетить наш стенд, я боюсь даже предположить. То есть уже многим не удается сфотографироваться с Юнибусом, потому что очень много народу всегда находится. То есть мы сегодня с Сергеем Анатольевичем приехали, ну где-то в 10 часов. Уже огромное количество людей интересовалось, давало контакты. Очень сильно людей заинтересовывает тот факт, что уже этой осенью мы продемонстрируем наши подвижные составы в движении. И когда мы говорим, что не хотели бы вы обменяться контактами, когда человек даже не хочет давать контакт, он потом сам просто дает визитки, потому что все желают увидеть эту трансляцию, той демонстрации, которая у нас будет уже этой осенью. Так, ну мы будем меняться. Я буду подводить коллег, дорогие друзья. Сегодня такой более эмоциональный вебинар. На технических особенностях мы остановимся на инновационном поле нашего подвижного состава. То есть вы видите зеленый пол и действительно инновации есть даже здесь. Наверняка мы о многом даже еще и не в курсе с Сергеем Анатольевичем. Ну, естественно, подвижные составы по инновациям. Потому чем они отличаются от современных подвижных составов, уже на следующих победах. А я, собственно, передаю слово Сергею Анатольевичу Сибирякову. Дорогие друзья, я искренне надеюсь, что чувствуются те эмоции, тот накал страстей, вот когда находятся вот в таком интерьере. Когда действительно ощущаются, что это машины мирового уровня. Сергей Анатольевич, вам слово. Под впечатлением тут, друзья, кто что может говорить? Что можно обещать? И что самой интересной поражает специалистов, которые приходят в Сибирь. Это, ну, скажем так, прототип, действующий образец. И это была как раз и цель дачи, когда заявить о том, что технология есть, что она существует. Именно привезти две действующие машины, которые отсюда прям странно, потому что будет транспортная неделя с 4 октября в Минске. И по просьбе министра транспорта Белоруссии Анатолий Дуарович будет поставить эти образцы прям после инотранса. Технология будет выставлена в Минске. И после уже завершения транспортной недели эти машины будут перевезены уже в Марину Горку. И начнутся ходовые испытания. Монтаж путевой структуры уже начат, он идет, поэтому к тому времени уже будут появляться первые и последующие пролеты. И, соответственно, машина уже будет находиться там, и она будет в полевых испытаниях. В первом километре, соответственно, начнутся уже полномасштабные ходовые испытания. Вот, поэтому, что вот хотелось бы показать и сделать вот сейчас, кто в перископе следит, то есть вчера, друзья, то есть статистика, вот мы вчера с Алексеем провели почти 9 репортажей, ну не почти, а 9 репортажей, там, разные, потому что, так вот сегодня утром подвелись статистику, более 12 тысяч за эти сумки. У нас ведет вебинар, сколько людей присутствует? 205 человек. У нас традиционно, это, в общем-то, такая, люди, которые в основном ходят на так, лёшек, сам, ну, сейчас, давай-ка туда отвлекаются. Соответственно, мы традиционно ведем это для наших последователей, для наших. Сегодня, как вы понимаете, это необычный вебинар, потому что это рабочая такая атмосфера, идет много включений, очень много встреч. Делегации приезжают, приходят все еще, ну, мы еще стенды другие смотрим, вот, но тем не менее, как вы, наверное, уже, а, тут это у нас гипер, ну, то есть это, друзья, этих, никто не, троллей никто не отдал. Ну, это, друзья, знаете, сегодня, эти дебилы, которые приходят, мешают и так далее, более того, сейчас я могу сказать, что та статья в онлайне, которая прошла, она всколыхнула целую такую, маргиналов и, я бы сказал, дебилов других слов нет. Вот, мы начали писать в Министерство внутренних дел, в прокуратуру, сейчас, что надо Юницкого посадить, полигон спилить, все выгнать. То есть, понимаете, да, какую цель преследовала эта статья и какая сейчас идет реакция. Приходится на отвечать, приходится общаться с правоохранительным органом, объяснять, что мы делаем, в общем-то, нужную, полезную работу. Это все отвлекает нервы, это отвлекает силы, поэтому в этом плане эти достигли своих целей, но это, друзья, это начало серьезной, так сказать, серьезной войны. И здесь вот, когда заходят такого рода деятели, засланцы, вот их задача – это сорвать нам с вами работу, сорвать, испортить нам настроение, запутать людей. Вот, но этих типов, когда пишут, их и так видно, понимаете, их и так видно. И я уже не раз говорил, и я уже там с некоторыми в лицо встречался, вот так вот, когда это, я могу сказать, что, ребята, вы нас называли там ворами, мошенниками, жуликами три года назад, два года назад, год назад, сейчас называете. А мы делаем, и мы-то покажем, мы все покажем, продемонстрируем и ответим за каждое слово, за свое вранье все. А вот я не знаю, как вы ответили. Будем сказать, а теперь смотрите, давайте по, не знаю, не все, наверное, видели из перископии. Поэтому я сейчас камеру перебору. Перенаправлено, это полная, ну, как бы там, имитация травки, бабушки по ней летают. Друзья, цель преследует… Это общественный транспорт, здесь только два посадочных места, это для беременных или для больных, вот, а в основном это стоячая. То есть какая логика? То есть это, опять же, друзья, мы концептуально меняем вообще всю логику транспортной инфраструктуры городской. Этот юнибус едет со скоростью 150 км в час. Друзья, за 10 минут мы проезжаем 15 км. Соответственно, за 15 км это можно весь Минск, практически из любой точки Москвы, в любую точку Москвы уехать. Поэтому зачем делать здесь какие-то посадочные места, когда здесь зашел, 10 минут постоял, максимум 15 минут. И за это время добрался до любой точки, соответственно, города. Поэтому это сознательно делается, как лифтовая система. То есть мы уходим от транспортной инфраструктуры, вот этих безумных метро. Мы сейчас посмотрели, ездили в Берлине, конечно, мощнейшая система, но разобраться, проехать, потом все эти кремящие вагоны, все-таки это не комфортно. Непонятно, как платить. Вот, даже мы до сих пор не разобрали, как платить еще. Но мы нам, как участникам ИНОН-Транса, правительство сделало бесплатный проезд, ну, за счет выставки. Поэтому мы можем позволить, ну, реально разобраться, как оплачивать это метро, пока так и не помню. Так вот, друзья, теперь по информационной инфраструктуре. Мы меняем компенсацию. В конце. Приходим в систему воздушную. Вот, или в Берлин. Вы за 10. И... Ну, вот... Ну, вот... Во-первых, он, друзья... Во-первых, он, друзья... Микшер... И существующий конструкции. Таким образом... Он греется, и поэтому... Всегда давать очень существенное тепло, и всегда будет тепло. Потом, друзья, мы же когда... Даже с зимой будем перемещаться, мы же будем перемещаться вне одежды. Поэтому нам не нужна здесь комнатная температура, там, 20 градусов. Достаточно будет температура... Десять, а не... Десять градусов... Человек чувствовал себя... Никакого. То есть... Система... Будет создаваться... Будет создаваться... И вот мы... Какие люди... Какие люди... Какие люди... Что lequel мы еще через программу... Ты может... Какие люди... Цена... Просто... И... Не знаю... Значит... Так... Стоп... Знаете? shooting... Продолжение следует... Да, в перископе будет дублирование, так что по чатам раскинется вся информация, поэтому увидите и все информационные вопросы сегодня не будем, потому что сегодня основной это именно инотранс, это атмосфера, вы видели сколько людей, видели делегацию, у нас здесь на стенде постоянно люди, вот постоянно, и мы просто друзья с неким, ну так знаете, придыханием думаем, что будет завтра, потому что на инотранс 136 тысяч билетов. Сейчас закрыта продажа билетов и уже выстраиваются очереди люди, которые хотят уже оффлайн купить билеты, поэтому завтра здесь нет никаких сомнений, что наш стенд будет вызывать самый большой интерес, потому что здесь есть что посмотреть. И Рот Кук вчера давал интервью, то есть видите у нас тут с Михаилом Кириченко, мы вчера записали в перископе, показали несколько его интервью, вот и выложили, а он сегодня записал, как мы с Алексеем ведем вебинар, то есть как бы мы несколько лаверды такое сделали, он сделал репортажи про то, что мы ведем вебинары даже во время выставки, а мы соответственно... ...показали... ...вчера сказал очень интересную вещь, друзья, очень интересную вещь, а это профессионал, это транспортник с огромным стажем, ну это министр транспорта Южной Австралии, вот, то что он к нам приехал, он представляет, и он на стенде, он фотографируется со всеми нашими активистами, он общается со всеми делегациями, ...вчера там были, ну тут, друзья, даже трудно... ...Михаил Кириченко... ...что это надо сказать, Михаил Кириченко... ...сейчас... ...ну вот сейчас, сейчас, сейчас подключим еще Михаила Кириченко, да, чтобы он тут сказал... ...так вот, Рот Хук... ...вчера сказал, что я посмотрел очень многие стенды, посмотрел инновации, так вот, друзья, единственная инновация, которую я могу назвать, это я дословно цитирую, которая у меня вызывает действительно гордость, это Skyway. Михаил, а теперь, друзья, я вам представлю еще одного очень известного Skyway, вы, наверное... ...так а вы куда? ...а вдвоем там тяжело, так сказать, да, впервые у нас на вебинаре, так что, друзья, это... ...я тут стою рядом, поэтому, Михаил... ...не так много народу, у нас 203 человека, но, в принципе, хорошая аудитория для того, чтобы... ...вчера в этой аудитории. Господа, мы очень рады с нами, мы очень рады, что, несмотря на то, что мы убеждены, вы и так верили в то, что делает Юницкий, в то, что делает вся его команда конструкторских бюро в Минске. Вы с нами, вы нас поддерживаете. Тем не менее, то, что происходит здесь, это действительно фантастика и так далее. Далее, просто... ...попа и... ...об этом люди... ...люди говорят в тех интервью, что мы снимаем, сегодня... ...люди говорили... ...то, скажем так... ...полгода назад гордились, когда увидели... ...своё имя... ...петли на берлинской выставке. Ну... ...вот здесь есть... ...три компании, так как лебедь, рак... ...какой-то человек высказал эту идею... ...три разных... ...вот эти лебедь, рак, до щука... ...организации взялись её воплощать... ...что из этого получается... ...мы сразу же после... ...вот... ...эх трех компаний... ...вот мы снимем, что они показывают... ...что они представляют... ...и на днях выложим... ...не буду ничего говорить... ...всё вы увидите сами... ...и достижения... ...и сравните с тем, что вы уже видели... ...и ещё увидите на стенде SkyWay... ...а ещё в ближайшие дни с комментариями... ...главного конструктора управления... ...состава Андрея Дмитриевича Зайцева... ...то есть... ...хватит сотрясать воздух... ...нужно уже доказывать свою состоятельность... ...делами... ...что мы и делаем... ...с вашего разрешения... ...я откланяюсь и пойду... ...исследовать... ...что же нам имеет предъявить... ...эперлук... ...который, кстати, недавно один из... ...если не ошибаюсь... ...российских олигархов... ...вложил 10 миллионов долларов... ...посмотрим... ...какой выход... ...имеется... ...по крайней мере, на данный момент... ...в Берлине... ...спасибо всем... ...за внимание... ...как говорят в Одессе... ...идите за компанию... ...вступаю в место... ...Сергей Анатольевич... ...строй SkyWay... ...посай планету... Спасибо вам... ...так... ...друзья, видите... ...у нас рабочая такая... ...так сказать... ...рабочая обстановка... ...рабочая, так сказать... ...всё это идёт... ...это очень приятно... Ну, давайте тогда родов мы отвлекать не будем, хоть это самое, вот, то есть мы и так уже его видели в репортаже, подходили, все это самое, поэтому очень, какая-то приятная. Юнибус как кабинет, да, друзья? Мы почему и выбрали, причем более того, мы сначала с Алексеем пошли в павильон, думаем, Ташиба, это самое, потом Кавасаки, а потом посидели, но просто эта мысль... ...в голову не пришла, что вот почему сразу... ...подведение итогов дня, это вот, а провести вебинар из Юнибуса, друзья, это вот, друзья, все возникло ровно за 5 минут до того, как мы включились в вебинар, то есть я говорю, а пошли там, сядем, Юнибус, и действительно будет первый репортаж, первый вебинар из Юнибуса, из того, что мы сделали, из того, что мы показываем, вот, и тогда, друзья, знаете, вот, если я даже попросил всех этих троллей, фокоть, ничего так сказать, со стороны, друзья, да пускай смотрят, мы их не боимся, они могут нам вредить, они могут нам мешать, они могут нам говнить, все могут делать. Юницкий, вот, тут два дня выходят на допросы, там еще и все, и все. Причем, люди, которые следуют, которые говорят, мы все понимаем, вы делаете нужное время, но у нас есть сигналы от этих маргиналов, на которых именно всколохнулась статья, То есть, чем вред этих статей идет, что они вытаскивают самые низменные... Давайте тогда, Сергей Анатольевич, давайте тогда Виктора... Так, друзья, у нас вебинар, еще один гость нашей программы. Я в очередной раз уступаю место. Всем привет из Германии, города Берлина. ЗАО «Струнные технологии» в течение четырех дней здесь уже показывает и будет показывать свои разработки. Мы пользуемся безумной популярностью. Вы бы видели сами, очень интересно смотреть на контрасте наших коллег из соседних стендов, у которых 2-3 человека. У нас здесь толпы постоянно по 3-40-50 человек. Это как и те люди, которые интересуются технологией из бизнеса, так и люди, которые являются нахорокниками, журналисты со всех стран мира. Поэтому интерес очень большой. Я тут уже немного начинаю заговариваться. Я думаю, что на четвертый день я уже буду просто лежать здесь. Ко мне будут просто подводить инвесторов или заказчиков, и я буду просто им что-то автоматизировать. На самом деле, конечно, интересно, что я хочу сказать. Я вчера был на церемонии открытия. Слушал внимательно, что говорили глава компании Deutsche Bahn, один из крупнейших мировых операторов железных дорог. Что говорила глава Ассоциации промышленных в Германии. Что говорила глава канадской железной дороги. В чем проблема? Вообще все думают, что инновационное средство передвижения – это поезд, который ты набиваешь современным информационным оборудованием, и он у тебя становится почему-то инновационным. Но инновационным не становится. Глава канадской железной дороги ставил себе заслугу, что он смог провести Wi-Fi в сейчас существующие поезда. Конечно, это считается, наверное, развитием, но мы сами понимаем, что на инновационный подход это пока не тянет. То, что мы предлагаем здесь и показываем всем деловым кругам инотранса, это вот тот, как вчера вице-президент Симонс, который был у нас на стенде, он сказал, что это и есть похоже на тот недостающее звено между автомобилями и железными дорогами. Потому что железные дороги сейчас не являются самым эффективным средством передвижения, потому что это дорого, затратно, связано все с недостатком инвестиций, потому что так и с регулированностью. А сейчас самоуправляемые автомобили, которые являются мощным трендом, все равно не решают проблему полтора миллиона смертей на дорогах, потому что двигаются в том же пространстве, что двигаются и люди. Поэтому то, что выход второго уровня, это всем очевидно, и вопрос уже даже не принимается, надо ли это, не надо. Это точно надо всем объяснить, говорят все. Но вопрос цены железной дороги второго уровня решить не могут. Это очень дорого, это на порядок даже. Поэтому то, что мы сейчас показываем деловым кругам, это и есть новое недостающее, не то что новое, недостающее звено, которое все искали. Это второй уровень, дешевизна, экологичность, низкая аварийность и возможность перемещать большое количество людей, отвечая вызовом нового времени. Ну, смотрим, будем презентоваться, дальше еще впереди два дня, интерес, я как говорю, есть большой. Что ж, я тогда передам слово обратно Сергею Анатольевичу, да, спасибо большое, пойду обратно работать. Все воспринимается, все будет впереди, все отлично. Ну вот, друзья, видите, еще, больше времени нет. Да, то есть, с таким темпом, вы вчера видели репортажи, когда я на 10 минут включился, ну, подвести итоги, в итоге 40 минут был репортаж, и за эти 40 минут здесь прошло 4, в общем-то, такие серьезные делегации из Индии, был замруководитель железных дорог Катара, это вот вчера вы видели это в прямом эфире, Сименса, из представительства именно железного, представительства железных дорог. И это вот в постоянном режиме, мы когда уходили отсюда вчера уже полседьмом, поверьте, уже просто были никакие ребята, тоже устали так, потому что вот это всегда подготовка, как всегда последний момент, тут были накладки, связанные с организатором, потому что тоже столкнулись с неким определенным таким непониманием, задвиганием там, то есть нас тоже пытались там как-нибудь сильнее ущемить, задвинуть. Ну, друзья, все равно это никому ничего не, ну, скажем, не удастся, и я уже повторяю это второй-третий раз, что, друзья, мы просто с замиранием думаем, потому что сегодня ограниченное количество людей, здесь несколько десятков человек, но это те, кто приехали и представляют свою продукцию, смотрят другую, это бизнес-день. То есть от завтрашнего дня пойдут люди, которые интересуются инновациями. И вот завтра будет показательно, друзья, просто показательно, потому что люди пойдут смотреть то, что им интересно. И вот завтра мы вам покажем, то есть мы специально вам показывали стенды сегодня Сименса, Кавасаки, там что-то люди толкаются, у них там есть заманухи, там даже коньяк, виски бесплатно наливают, воду раздают, то есть там постоянно диски там жарятся, еще, то есть они могут создать вот такой, ну, поэтому там весь народ во всяком случае ходит туда столоваться, воду пить, кока-колу бесплатно, кофе. Вот, естественно, что, друзья, у нас здесь ничего нет, мы никаких лишних затрат ненесем, мы повезли машины, мы показали стенды, идут ролики, работают десятки людей, которые общаются, больше мы ничего не делаем, не завлекаем. Но, друзья, вот завтра, я специально это показываю, посмотрите, сколько здесь будет на кругу. Может быть, Анастасию пригласим, расскажет, каким образом все организации? Ну, слушай, она так устала, я просто это, окей, давай уже тогда, ты лучше у нее это в перископе возьми, так сказать, это. Да, ну, потом тогда. Да, потому что это, ну, мы сейчас делаем. А нам за Мануха не нужно правильно, вот, Валера, так сказать, приветствую всех, так сказать, это. Вот, поэтому здесь и когда профессионалы, я говорю, друзья, вы бы видели, это вчера жена Володи Маслова, ну, она первая заметила, что приходят очень солидные такие мэн, солидные там, ну, я говорю, там, вчера Бусова, учредитель Дойч Банка. Кстати, мы его тут показали, он такой, ну, фирм, такой, грузный такой, он сел в наш юнибайк там. Что, что-то, на просьбе. Да ладно, слушай, давай уже что-то. Не, мне надо. Вот, значит, соответственно, насколько меняются люди, когда они садятся в наш юнибайк, начинают крутить педали, и, соответственно, насколько у людей раньше начинаешь, что ты крутишь педали, и на этом юнибайке движешься со скоростью 60 км в час, вообще эта машина может двигаться со скоростью 150 км в час, но это просто вызывает, просто вызывает восторг. И такие, знаете, серьезные такие там важные люди, которые садятся, и вот они прям с улыбкой прям начинают светиться. Мы все это засняли, и этот репортаж, который Михаил сделал, это просто, вот, это будет так интересно, потому что это десятки и десятки различных делегаций, национальностей, людей разных национальностей, разного достатка, разного положения, они все приходят, но, когда они видят и когда узнают, потому что, ну, у вас, естественно, это всегда оставляется визитка, и второй, это сразу люди становятся сторонниками. Вот, и здесь следующий вопрос, который всех профессионалов, я уже тоже несколько раз повторяю, для всех профессионалов говорят, что, ребята, это макет, мы говорим, нет, это действующая машина, действующий образец, и она отсюда едет уже в полевые испытания. Вот это, конечно, производит прям уже впечатление, такое серьезное, люди с уважением, что, о, обязательно хотим посмотреть, мы обменяем координаты, мы вам обязательно пришлем репортажи с испытанием, мы вам обязательно покажем, то есть это, вот, уже, друзья, как раз, очень такая, ну, профессиональная гордость, когда видишь, что такого уровня люди, которые занимаются в службе в транспорте, они действительно на равных там смотрят, и все говорят, да, друзья, то, что вы делаете, это действительно инновация. Вот это, как раз, основной вывод, который сейчас сделан, что из тенденций, из трендов, все подтверждают профессионалы, что только транспорт второго уровня, только автоматизированная система управления, и мы показываем решение. Ну, и дальше, как развивается уже наш, теперь уже, Юни-байк, который с установкой операционной бортовой системы уровня не ниже, чем Watson и IBM, то есть это искусственный интеллект, то есть это, скажем так, все вместе взятые компьютеры Москвы будут стоять вот в одной, в одном нашем Юни-бэке, и, соответственно, который сразу связан с оптиковым волокном, это мой уровень, и как только мы заикнулись, что мы делаем закрытое пространство, которое с бортовой видео-аудио-системой, которая с бортовым истинным интеллектом, и который может перемещаться со скоростью 500 км в час в любую точку мира, естественно, это вызывает просто восторг, и я могу сказать, что у нас наши очень серьезные партнеры сейчас сделали заявление, готовят сейчас уже переговоры между ЗАО «Струнные технологии», это белорусская инновационная компания, которая здесь представляет технологию, соответственно, с руководством IBM того, чтобы рассмотреть вопрос о установке на наших Юни-байк, и после этого сразу станет Юни-бэками, это портовой операционной системой, равных которых сегодня просто еще не существует в мире. Это мощнейшая тема, потому что сразу объясню, почему это вызвало такой интерес, что эта система весит венитиляцию. Естественно, мы это можем запросто сделать в нашем Юни-байке, и поэтому Юни-байк становится основой для того, чтобы втягивать в себя все мировые инновации, которые сегодня есть. Информационная, значит, будет стоять искусственный интеллект, аудиосистема, там будет стоять бортовая аудиосистема, вы понимаете, система жизнеобеспечения и так далее, и так далее. Это будет решить все транспортные проблемы любого мегаполиса, отчего сегодня задыхаются все города мира. Соответственно, это система, которая нужна уже вчера. А сегодня она готова к эксплуатации, и завтра она начнет строиться уже по всему миру. Это тоже, друзья, абсолютно сегодня свершившийся факт. И то, что та же путевая структура будет вне юни-бусов и юни-байков, и юни-бегов, это все универсальная система, это элемент транснет, которого мы сейчас в ближайшее время будем проходить. Да, я еще хотел сказать в завершение, чуть-чуть важный момент, который мы продумали. Так, дорогие, вопрос и вопросов. Запрос равно вопрос, потому что, как дата, каким образом появилась концепция юни-байк? Юни-байк, естественно, как бы это появилось в первую очередь в чертежах, в мыслях Анатолия Эдуардовича. Когда рождается технология? Технология рождается, когда ее желает рынок, то есть сформирован был запрос, и у нас были сформированы запросы с ряда стран, по туристическому легкому направлению, и многие люди... Я задаю вам вопрос, дорогие друзья, и сейчас, чуть-чуть попозже, мы сделаем опросник, обязательно хотели бы вы, чтобы юни-байк имел платформу на колесах, то есть колесную базу, чтобы также юни-байк перемещался на колесах по обычной дороге, пока у нас струнная инфраструктура не так распространена, как будет распространена через ближайшие пять лет во всем мире. То есть этот вопрос действительно задавали многие, то есть вот у вас струнная технология, у вас рельс, у вас подвесная система транспортная, у вас лифтовая система транспортная, новый уровень, но мы бы хотели, чтобы, ну на самом деле сегодня, вот можно было пользоваться этой системой, также поседневной жизни обычных автомобильных дорог. И, собственно, мы в ответ на запрос рынка хотели бы вы, чтобы так произошло, хотели бы вы, чтобы появилась некая концепция юни-мобиля, то есть это юни-бэк, соответственно, на колесной базе с возможностью перемещения по грязи, по снегу, по песку, по, естественно, ровной местности поверхности, по асфальтовому покрытию, с возможностью, соответственно, также перемещения на автомобиль. То есть это юни-мобиль. И, возможно, если такая необходимость будет у большинства людей, то посмотрим, какое направление также будет модернизировано в ЗАО «Струнные технологии». Сергей Анатольевич? Да. Значит, это действительно, друзья, сейчас, это самое. Вот там просто наши ребята сейчас заняты. Давай, я просто, давай, ты посмотришь. Сейчас, давай, тогда. Вот. Поэтому это тоже действительно из общения вот здесь вот на выставке, и когда смотрят все, кто там по струну смотрит, они говорят, а, в принципе, ваш юни-бэк, он может ездить там как автомобиль или там еще, так сказать, как бы это. И мы вот постепенно вот сейчас пришли все-таки к тому, что такой концепт во всяком случае проработать, показать надо. Мы это будем истекать. Мы, естественно, это будем обсуждать, делать, смотреть. И так же, как в свое время вот приоритет вышел в юни-байке, потом вот в юни-бэке по мере того, как они будут снабжать, но уже бортовым интеллектом, искусственным интеллектом и очень мощным контором. Соответственно, это тоже то направление, тот запрос, который есть. Поэтому здесь, друзья, я могу сказать, что эта выставка и вообще-то сейчас вот показывает, что мы в стопроцентном тренде, который задает сегодня будущее транспорта. Мы даем то, в чем будут завтра ездить миллиарды людей. То есть создается сегодня то, что необходимо будет. Не то, что каждой семье, а каждому человеку. Соответственно, дальше возникают новые концепты с новыми материалами, нано-покрытиями, изоляционными. Мы, как мы с Академгородке, мы видели изоляционные материалы, которые одна десятая миллиметра, это как два метра кирпича, теплоизоляция очень используется, пока только в военной отрасли, в космической отрасли. Сегодня мы можем применять наших юни-бэйгах, они будут крайне эффективны с точки зрения энергосбережения, с точки зрения обогрева, с точки зрения кондиционирования. И все, что дальше будет возникать, создание микроклимата, то есть обогащение кислородом, обогащение полезных ионами для здоровья. Это все будет в нашем пространстве. Это все будет и в юни-бусах, и в юни-байках, и в юни-пилетах. Это все обязательно будет. Зависит у нас. Ну, как раз я буду, как с ним. Вот, так, ну что? Ну, давайте, давайте. Да все, уже ты сам, давай. Давай. Дорогие друзья, мы запустим информацию и спрашивали. Мы хотим, мы хотим готовы перемещаться на втором уровне, но сейчас у нас инфраструктура первого уровня. Возможно, будет какой-то промежуточный этап, но сейчас мы хотели пользоваться вашим подвижным составом и, соответственно, использовать его на существующей инфраструктуре первого уровня, на автомобильных дорогах и так далее и тому подобное. Мы будем делать ресерч рынка, то есть исследование рынка непосредственно. Я и Сергей Анатольевич, потому что к нам подходили непосредственно и спрашивали. Меня спрашивают в английском, на французском. Сергей Анатольевич на всех языках, но говорить он может пока что только на русском. Поэтому вопрос очень действительно актуален, потому что как струнное интеллектуальное ограждение, теоретически это может также быть нашим одним из направлений. Но, естественно, каждое направление рынка должно быть сформировано с потребностью рынка, причем с потребностью с запасом. Должна быть сформирована максимальная плотность рынка, чтобы при выходе продукта на рынок, соответственно, это, которое мы ждем. Ну а, соответственно, вопрос, когда будут дивиденды, что будет происходить после того, как возможность финансирования корневую технологию закончится, мы на эти вопросы неоднократно отвечали, дорогие друзья. Мы можем сказать, что время, когда будет закрыт вход в корневую технологию, видя вот эту технологию в реальности, не в концепте, не в визуализации, оно неумолимо приближается. И нам очень жаль тех людей, потому что эта возможность, которая бывает раз в лет, и инвестировать именно в головную компанию, в корневую, которая будет ходить во все адресные проекты по миру, такой возможности более может не возникать, когда, соответственно, уже произойдет то, что мы все ожидаем. А тут концепция юнимобиля, у которого естественно, что, друзья, это ни в коем случае не подмена, ни альтернатива струнному транспорту, это некий такой переходный период, когда мы говорим, что наши юниорские проекты не там, где они есть, а там, где сегодня нет, еще пока струны, она может сейчас в автомобильной платформе, она может плавать, соответственно, в катамаране, она может летать в вертолете. Это универсальная система. Но, естественно, что со временем все это заменит именно струнная технология, струнные подвижения, это как переходный такой период, и востребованность на это сегодня есть очень и очень большая. Мы как раз сейчас... Поэтому, друзья, давайте... Какое-то объяснение автомобиля будет происходить постепенно, но не нужно отвлекаться на этот сыр мышелок. Друзья, здесь есть запросы, есть запросы именно, мы отвечаем на эти вещи, и если будет принято решение, или не будет на это спроса, естественно, что мы делать это не будем, просто сегодня этот прорабатывается в виде концепта, и, друзья, просто какой будет спрос, какой будет эффект от обсуждения профессиональной точки зрения. Поэтому работа по струнным системам, по транспорту, по юнивусу, который сегодня является полной заменой метро и сегодняшних трамваев, автобусов, по скоростным системам, которые просто не имеют такой альтернативы. Это, друзья, как раз вся работа. Они по теме и не к месту, друзья. Думаю, это лучше. Ну, друзья, это самое. Это ни о чем, как говорят, поэтому мы не сторонники. Как вы видите, я никогда не закрываю чат. Я даже сейчас думаю, что мы перестанем удалять даже этих троллей. Вот, поэтому... Пускай, это юни-тролли, они тоже учатся. Да, юни-тролли, они тоже учатся. И у них тоже, так сказать, своя работа, своя... Это ничего в этом стороннике. Здесь видно, как это происходит и как это, так сказать, пытаются рвать. Это тоже, друзья, хорошо показывает, хорошо выстрелит. Ну все, друзья, давайте тогда... На этом мы сегодня... Друзья, мы будем заканчивать. Вебинар, друзья, мы не обещаем, что проведем, потому что это 20 часов, здесь закончится выставка. Вот, поэтому будет ли у нас интернет, куда-нибудь поедет. Если нет, постараемся поставить этот интернет, запись. Будет очень много еще революций в Перископе, так что, думаю, информации на сегодня будет много. Вот, поэтому, как минимум, поставим запись этого вебинара. Я думаю, что он вызовет все-таки у тех людей, кто будет смотреть вечером, интерес. Ну, а как во всем, все-таки постараемся включиться. Хотя, я говорю, в 6 заканчивается мы, мы уйдем за территорию. Дальше, где будет у нас устойчивый интернет, все-таки совсем гостиница у нас не тянет интернет на сам Перископ. Поэтому посмотрим. Друзья, давайте уже по ходу. Ну, благодаря, что вы с нами, я думаю, что мы вас ни в коем случае не разочаровываем. Я вечером очень долго разговаривал, потому что Антон Дович звонит постоянно. Он звонил утром, там, в обед, потом вечером. Он, конечно, на таком очень в подъеме. Это его бенефисы, это его технология. Друзья дошли до этого пути. И, несмотря ни на что. И дальше будем идти. Поэтому огромное у нас всех ему спасибо, потому что он выдержал, он, несмотря на все, и мешает ту гадость, который он до этого отошел. И, соответственно, это тут на прочность. Стекла проверяем. И благодаря этому мы имеем дисциплину инновацию, с которой мы с вами в новое время создаем новую систему. Все, друзья. Давайте. Тут еще очень хорошо училась у нас озвучка. Еще тут была, потому что постоянно на любом контроле. Про Скайвей вы его все видели в чатах. Вот поэтому это, друзья, тоже. Все, друзья. Всего доброго. Строй Скайвей. Пошли к планету. Тут как раз Виктор завел китайскую. Не будем ему мешать. Строй Скайвей. Продолжение следует.